Приветствую вас, Мария. Я думаю, что то, на что вам нужно обратить внимание, это на свои предпочтения и вкусы. Мне почему-то показалось, что к этому вы, мягко говоря, относитесь не слишком хорошо к твоим вкусам и предпочтениям. Понимаете, если молодой человек заботливый и т.д. и т.п., то это безусловно здорово. Как здорово и то, что он готов потратить последние деньги, хотя подобное ваше высказывание Некоторые вопросы все-таки вызывают. Например, вам важно, что на вас могут потратить деньги, как будто бы. Но это сейчас не главное. И если бы вам этого было достаточно, если бы вам было достаточно вот того, что молодой человек вам предлагает, если бы вам этого было достаточно. То у вас не возникло бы никаких вопросов. Ни к нему, ни к нам. Ну вот. А поскольку такие вопросы возникли, то я полагаю, что вам этого недостаточно. Но, несмотря на то, что вам этого недостаточно, вы признаться, признаться себе в этом, в том, что вам этого недостаточно. Как будто бы не можете вы признаться в том, что вам недостаточно того, что он вам предлагает, того, что он вам предлагает. Ну, того, что он вам дает. Вот. В чем здесь ключевая проблема. Потому что кому-то, это было бы нормально. Кому-то, этого было бы достаточно. Но не вам. Вам нужна еще и внешняя физическая сторона. У вас есть эстетическое видение. А это вы отрицаете. А это вы отрицаете. Ради чего вы это отрицаете? Почему вы это отрицаете? Не ради ли того, что могут на вас потратить деньги? Вот эти вот самые последние деньги, о которых вы говорили. Не только ли потому, что вы боитесь потерять заботу человека? Ну вот, о заботу о вас. Знаете, какая штука-то? Вопрос здесь, на мой взгляд, именно про то, насколько вы честны с собой. И насколько вы заинтересованы в том, чтобы быть с этим человеком в отношениях. Вот. Одно дело, если вы любите его, а любовь это принятие его таким, как он есть. Это не про, я не могу без тебя. Понимаете? Не могу без тебя, это скорее про зависимость. Вот. К сожалению. Вот. То, что вы пишете, да, что вот. Мозгами понимаю, что не могу без него, не представляю как. Это про зависимость, Мария, больше. Это именно про то, что вы не полагаетесь на себя. Ну или вам сложно полагаться на себя. Тяжело положиться на себя. Вот. В том, в том и проблематика заключается. Как мне кажется. Поэтому ключевой проблемой здесь, на мой взгляд, является именно то, что вы пытаетесь проигнорировать свое эстетическое чувство. Я бы спросил еще такой момент касаемо цели вашей посещения спортзала. То есть вот, ну для чего вы посещаете спортзал. Вам это нравится самой или вы это делаете, потому что вот, ну хотите выглядеть там, грубо говоря, да, вот, как-то лучше. Вот. То есть это такой аспект, как мне кажется. Вот. Поэтому тут вот не все, не все однозначно, я бы сказал. И мне думается, что вам нужно разобраться в себе, действительно. Вы говорите, что вот в сердце не можете разобраться. Но я кажется, что как раз в какой-то степени, в какой-то степени наоборот. Не в сердце, а вы музыком не можете разобраться в сердце, вам достаточно очевидно говорить, что вам не нравится физическая форма молодого человека, вам не нравится, как он к себе относится. Потому что, наверное, вы понимаете, что в какой-то степени такое его отношение, это отношение и к вам тоже. Вот. И вы не можете об этом не думать. Поэтому здесь, на мой взгляд, все достаточно очевидно. Только признаться, вы себе в этом боитесь, потому что сейчас вам сложно представить свою жизнь без него, как вы говорите. Вот. И поэтому вы от себя отгоняете вот эти самые мысли, вы от себя просто их гоните. Вот. Потому что, ну, страшно. По большому счету, страшно. Но проблем-то это не решает. Вот. И со страхом вам вполне могут помочь психологи с вашими страхами. Могут помочь разобраться со мной именно психологи. Вот. И на себя полагаться в большей степени тоже могут помочь психологи. И вот вы выберите себе специалиста и начинайте работать и увидите, как проблемы начнут меняться. Проблемы начнут решаться, а вы меняться. Вот. Такие дела вы не должны. Ну, ничего, своему молодому человеку. И молодой человек ничего не должен вам. Поэтому, это важно фиксировать, это важно понимать, важно отдавать, как бы, себе в этом отсчет. А у меня есть ощущение, что вы прямо вот от себя что-то требуете, от него что-то требуете, но в итоге ничего хорошего из этого не получается. Берите вы пока, в общем, от реальности и от себя. Вот. Вам, вас надо, как мне кажется, научить адаптироваться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваши проблемы будут решены. Кстати, вы же можете обратиться и вместе с молодым человеком на консультацию, вместе обсудить то, что вас беспокоит. Вот. Удачи. Малики. ». Удачи. Продолжение следует...